ЖИТЬ ПО ДУХУ Иоанна, глава шестая, стихи двадцать шестой, сороковой. Иисус сказал им в ответ. Иисус сказал им в ответ. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали ему. Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано. Хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им. Истинно, истинно говорю вам. Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему. Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им. Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Истина, которую мы должны знать. Римлянам, глава восьмая. Далее говорится следующее. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые духом Божиим, суть сыны Божии. Римлянам, глава восьмая, стихи двенадцатый, четырнадцатый. Наш Господь спас нас от всех наших грехов. Наш Господь пришел на эту землю, как наш Спаситель, и спас нас от всех наших грехов. Прекрасно зная, насколько на самом деле мы немощны и несостоятельны, наш Господь пришел на эту землю, и приняв крещение в возрасте тридцати лет, взял на себя все, без исключения грехи всех людей на земле. После этого Он понес эти грехи на крест, был распят, и, пролив свою драгоценную кровь, Он полностью расплатился за все наши грехи. Таким образом, Иисус посредством Евангелия воды и духа спас нас от всех грехов этого мира и стал нашим истинным Спасителем. Пребывая на этой земле, мы в полной мере проявляем нашу греховную сущность и полную несостоятельность. Но, несмотря на это, наш Господь пришел на эту землю, чтобы стать нашим Спасителем, принял крещение, умер на кресте, воскрес из мертвых и тем самым спас всех нас от грехов этого мира. Мы, люди, должны жить с верой в Бога. На нашем земном пути мы постоянно оступаемся, творя зло и совершая нечестивые дела. А в сложных жизненных ситуациях мы скоро впадаем в отчаяние и опускаем руки. Все происходит потому, что мы слишком слабы и несостоятельны. Вот почему нам нужна вера. Выжить в этом мире возможно лишь только имея веру в Бога. Возлагая нашу веру на Господа, мы сможем преуспеть в наших делах и каждый день жить в праведности до того самого момента, когда Господь позовет нас домой. Только благодаря нашей вере в Бога мы избавились от всех наших грехов, обрели спасение, получили Его благословение и защиту в нашей повседневной жизни. В Библии сказано «А без веры угодить Богу невозможно». Евреям, глава одиннадцатая, стих шестой Как и сказал Бог, человек без веры на самом деле не может угодить ему. Однако тот, кто знает, что он слаб и несостоятелен, кто следует слову Евангелия воды и крови, благодарит за него и верит в него, может обрести мир и покой в своей душе. Кроме того, Бог одаривает своей милостью тех праведников, которые знают предел своим возможностям, признают свое бессилие, полагаются на Бога, прося у Него помощи, верят в Него и следуют за Ним. Жизнь таких людей всегда исполнена Божьей благодати. Мы, люди, должны жить с верой в Бога. Если мы не будем полагаться на Него, мы просто не сможем выжить в этом мире. Вот почему Бог пришел на землю, чтобы стать нашим истинным спасителем. Господь сошел на землю и спас наши заблудшие души, чтобы стать нашим пастырем. Когда мы бродили по пустыне, изнывая от духовного голода и жажды, сам Бог пришел к нам и привел нас на зеленые пастбища на берегах прохладных прудов. Поэтому мы должны верить в Бога. Только так мы сможем достойно жить, в этом жестоком и безжалостном мире. Некоторые христиане полагают, что верить в Иисуса – это одно, а жить в обществе – это совсем другое. Эти люди считают, что в общественной жизни им лучше полагаться на свои собственные силы. однако подобные размышления – ничто иное, как свидетельство полного невежества этих людей. Только благодаря вере мы получаем прощение наших грехов и становимся Божьими детьми. И подобно тому, как мы спасены по вере, так по вере мы должны жить в обществе. Собратья, обратите внимание на этот псалом. Псалмы много говорят о Давиде и о том, как, став царём, он вёл многочисленные войны. Давид был человеком, который твёрдо верил в Бога. В Библии сказано «С тобой я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». Вторая, царств, глава двадцать вторая, стих тридцатый. Из этого псалма можно сделать вывод, что Давид одолевал своих врагов и захватывал их города благодаря своей вере в Бога. Поверив в Бога, он молился и просил у Господа совета, а, получив ответ на свои молитвы, поступал так, как ему велел Всевышний. Каждый раз, когда Божьи пророки наставляли Давида, он безоговорочно верил их словам, как Слову Божьему. Давид победоносно завершил свои войны, покорил все народы вокруг Израиля и собирал с них дань. Выше приведённый псалом свидетельствует о том, что Давид действительно жил по вере в Бога. Так должны поступать и мы. Желая пребывать в Духе Господнем в течение нашей жизни на этой земле, мы должны полностью полагаться на Господа. Мы всегда должны жить, веруя в Бога, и никогда не должны терять веры в Него. Я всех вас призываю ни на йоту не отступать от веры. Я искренне надеюсь, что вы все верите в Бога точно так же, как верил в Него царь Давид. Мы должны жить по вере, даже если она столь мала, что подобно горчичному зерну. Но даже если у вас нет веры из горчичное зерно, я всё равно призываю вас верить в Бога, следовать Его Слову и прислушиваться к наставлениям Его служителей, Его церкви и людей, которые уже уверовали в Него. Следуйте Слову Божьему так, чтобы ваше сердце было готово сказать. К сожалению, мне трудно поверить в это, но если так гласит Божье Слово, значит, так оно и есть. В этом случае ваша вера сможет вырасти до размеров горчичного зерна, которое пробьёт ростки жизни в вашем сердце, и вы познаете силу Божьего Слова. Именно так возрастает истинная вера. Дорогие братья и сёстры, будем же жить с верой в Бога. Наш Господь сказал, «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Римлянам, глава восьмая, стих пятый. Господь учит нас тому, что люди, которые живут ради удовлетворения желаний своей плоти, ищут только то, что нравится их плоти, а те, кто живут по духу, думают о спасении своей души. Мы все в долгу перед Богом за Его любовь к нам, и мы должны благодарить Его за эту любовь. Мы должны непрестанно благодарить Господа за Его благодать спасения. Не спаси Он нас Евангелием воды и духа, у нас не было бы иного пути, как только в вечное пламя преисподней. Но посредством Евангелия воды и духа наш Господь спас нас, которые были обречены оказаться в аду. Придя на эту землю, крестившись и пролив свою драгоценную кровь на кресте, наш Господь спас нас от всех наших грехов. Своим крещением Иисус взял на себя все грехи этого мира, чтобы мы смогли получить прощение всех наших грехов. Он принял смерть на кресте, чтобы избавить нас от осуждения и наказания за эти грехи. И совершив все это, Он спас нас от всех наших грехов. Мы все в долгу перед Богом за Его любовь к нам и за наше спасение. Конечно, мы не можем отблагодарить Его за Его любовь, но, по крайней мере, мы должны жить так, как хочет Он. Несмотря на то, что мы родились свыше, мы иногда грешим, потакаем нашей плоти, поскольку являемся людьми из плоти и крови. Но, как бы там ни было, мы по-прежнему остаемся рожденными свыше, детьми самого Бога. Если вы верите, что Иисус пришел на эту землю и уничтожил все грехи мира, и даже те, которые вы еще совершите в течение жизни, тогда вы должны осознать, что являетесь рожденным свыше народом Божьим ведомым Святым Духом. В послании к римлянам сказано, ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Римлянам, глава 7, стихи 5-6. До того, как мы родились свыше, нашими телами владели греховные страсти. И, как сказано в данном отрывке, из-за этих греховных страстей мы приносили плод смерти. Но здесь же говорится и о том, что отныне мы служим делу спасения душ посредством Святого Духа, поскольку мы умерли для закона и для плоти, и Бог наказывает нам претворить это дело спасения в жизнь. Люди, которые следуют за Богом, должны знать, что и их плоть и закон уже умерли вместе с Иисусом. Они должны осознать это, уверовать в это и жить сообразно этому. Что означает, что наша плоть уже мертва? Это означает следующее. Мы грешим до самой смерти, но поскольку наш Господь принял крещение, Он взял на себя все грехи мира, которые мы совершаем нашей плотью, и когда Он понес эти грехи на крест, и вместо нас, и всех людей на земле принял мученическую смерть, наша плоть также умерла. Смерть Иисуса есть ничто иное, как наша с вами смерть. Когда Иисус был распят, и Его плоть умерла, умерла и наша плоть, таким образом, все христиане должны верить в крещение Иисуса, Его смерть на кресте и Его воскресение, вы должны верить, что когда Иисус принял крещение, все ваши грехи перешли на Него. Иисус взял на Себя все грехи этого мира, включая даже ваши будущие грехи, которые вы еще будете совершать, пока смерть не настигнет вас. Затем Он был распят на кресте и умер во имя вашего спасения. Именно в это нужно верить. Наша вера не позволяет нашей плоти властвовать над нами. Мы не погибнем из-за наших грехов, но напротив мы обретаем спасение. Мы умерли и для закона Божьего. Мы умерли для закона благодаря его истине. Но что гласит закон? В Библии сказано, Ибо возмездие за грех смерть. Иными словами, согласно закону мы подлежим смерти за наши грехи. Однако своим крещением наш Господь взял на себя все наши грехи, которые мы совершаем, нарушая закон. Вот почему Иисус должен был принять смерть через распятие на кресте. Отныне, умерев для закона, мы умерли и для нашей плоти. Однако мы живы для Бога. Именно в это мы должны верить. Мы все должны верить, что наши души были спасены благодаря нашей вере и что наши тела воскреснут подобно тому, как воскрес наш Господь. Сегодня мы читаем шестую главу Евангелия от Иоанна. В сегодняшнем отрывке из Библии Иисус сказал Старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог. Иоанна, глава шестая, стих двадцать седьмой. Наш Господь призывает нас трудиться не ради тленной пищи, но заниматься тем, что позволяет нам обрести вечную жизнь. Далее в Библии говорится следующее. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Иоанна, глава шестая, стихи двадцать восьмой двадцать девятый. Основной мыслью этих строк являются слова Иисуса о том, что верить в Господа означает совершать Божье дело. Работая, люди преследуют две различные цели. Они трудятся ради пищи для своей плоти, пищи, которая портится и гниет. И, кроме того, они также трудятся и ради хлеба, позволяющего им обрести вечную жизнь. И Бог четко дал нам понять, что мы должны трудиться не ради тленной пищи, но ради пищи, приносящей нам вечную жизнь. Когда наш Господь сотворил чудо с питью хлебами и двумя рыбками на другой стороне Галилейского моря, Он смог накормить огромное число людей таким количеством пищи, которого хватило бы лишь на обед для одного человека. Людей было так много, что в Библии сказано. И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иоанна, глава шестая, стих десятый. Таким образом, за Иисусом следовала огромная толпа людей, но причина, которая побудила их идти за ним, заключалась только в желании получить пищу для своей плоти. Проще говоря, пообедав, люди последовали за Иисусом в надежде получить еще и ужин. Разумеется, мы все нуждаемся в хлебе для насыщения плоти. Однако наш Господь сказал следующее. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Иоанна, глава 6, стих 27. Что происходит, когда мы уверуем в Иисуса? Когда мы действительно твердо уверуем в нашего Господа, мы получаем в дар новую жизнь. Наш Господь сказал, я есть хлеб жизни. Иоанна, глава 6, стих 35. Принеся в жертву свое собственное тело, наш Господь даровал нам вечную жизнь. В Библии сказано, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Иоанна, глава 6, стих 29. «Мы все должны работать, и мы должны делать то, что приносит спасение нам самим, и что позволяет нам спасать других людей. Каким же образом мы можем обрести спасение и спасти других? Прежде всего, мы должны питаться духовной пищей и делиться ею с другими людьми, веруя в то, что Иисус является хлебом жизни. Кроме того, мы должны понять, что Бог не отвергает ни одного человека, который приходит к Иисусу. Наш Господь сказал, что Он является хлебом жизни. Веруйте в Меня, Я Сын Божий, Создатель, Который Сотворил Всю Вселенную, и Я взял на Себя все ваши грехи. Верьте, что Я являюсь Спасителем, Который взял на Себя все ваши беззакония. Я взял на Себя все грехи этого мира своим крещением, и Я понес наказание за эти грехи, приняв смерть на кресте. Я восстал из мертвых и спас всех вас. Если вы действительно верите, что Я являюсь тем самым Богом, Который дает вам возможность обрести вечную жизнь, спастись от ваших грехов и получить прощение, тогда вы будете есть хлеб жизни. Вы получите пищу, которая не портится и не гниет, и обретете вечное спасение. Вот что говорит наш Господь. Бог Отец действительно спас нас, послав на землю своего Сына. Верить в Иисуса, Сына Бога Отца и нашего Спасителя и тем самым получать прощение наших грехов и обретать вечную жизнь означает вкушать пищу, которая никогда не портится. обретение вечной жизни, получение прощения грехов и спасение от них является Божьей волей, то есть тем, чего хочет от нас Бог Отец. Каким образом наш Господь спас нас, когда пришел на эту землю? Как он стал нашим хлебом жизни? Какой хлеб мы должны есть, чтобы обрести вечную жизнь? Вчера я рассказывал об императоре Кинши, который пытался изобрести эликсир молодости. Сегодня мы слышим о том, что современные дети могут стать выше, если вводить им гормоны роста. Кроме того, говорится также о том, что открыты новые виды гормонов, позволяющие значительно повысить жизненный тонус человеческого организма. Но нигде не говорится, что найдено некое универсальное средство, которое позволяло бы человеку жить вечно. Если бы существовал хлеб, потребляя который вы смогли бы жить вечно, разве вы не ели бы такой хлеб? Конечно, ели бы, потому что каждый человек хочет жить вечно, и именно поэтому император Кинши пытался найти рецепт эликсира бессмертия. Когда император Кинши узнал о том, что он никогда не постареет и будет вечно оставаться молодым, если будет пить настойки из определенных трав. На поиски этих трав он разослал своих слуг по всему миру. Побывав во всех уголках земли, слуги привезли императору лучшие травы, которые они только смогли отыскать. Император начал усердно принимать настойки из этих трав, но в конце концов он все равно умер, как умирают все люди, достигнув преклонного возраста. Однако на земле все же существует хлеб, приносящий истинное бессмертие. этим хлебом является тело Иисуса. Вкусить плоть Иисуса означает обрести вечную жизнь. Иисус принес в жертву свое собственное тело во имя нашего спасения. Вечером, накануне праздника Пасхи, во время последней вечери, Иисус возлежал вместе со всеми своими учениками. Он преломил хлеб и, раздавая его ученикам, сказал, «Сие есть тело мое». Иисус также сказал, что его тело является хлебом вечной жизни. Почему он сказал это? Потому что, придя на землю, он уничтожил все грехи этого мира. Господь назвал себя Альфой и Омегой, то есть первым и последним. Это означает, что в начале он сотворил вселенную и он же будет судить этот мир, чтобы создать мир новый, вечный, который грядет. Чтобы спасти людей от их грехов и покончить с этим миром, Господь взял на себя все до единого грехи всех людей на земле, начиная с первородного греха и заканчивая грехом, который человек совершит на пороге смерти. Вот почему он сказал, что его тело является хлебом жизни. Давайте обратимся к третьей главе Евангелия от Матфея. В этой главе рассказывается о том, как Иисус начал свое общественное служение и самым первым деянием Иисуса на этом поприще было крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя. В Евангелии от Матфея говорится, Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Матфея глава третья стих пятнадцатый. Почему Господь принял крещение от Иоанна Крестителя? И почему Он сказал? Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Основной темой шестой главы Евангелия от Иоанна являются следующие слова Иисуса. Человек который будет есть мою плоть никогда не будет испытывать голода. Моя плоть действительно является пищей, а моя кровь является питьем. А тот, кто не будет есть мою плоть и пить мою кровь, не сможет обрести вечную жизнь. Почему Иисус сказал это? Почему наш Господь сказал, что его плоть является хлебом жизни? Потому что когда Иисус пришел на эту землю, он взял на себя все грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, величайшего из всех людей, которые когда-либо жили на этой земле. Именно потому, что Иисус, приняв крещение, взял на себя все грехи этого мира, он сказал, что была исполнена вся праведность и что его плоть отныне стала хлебом жизни. Господь принял крещение, чтобы взять на себя все наши грехи. Когда же именно Иисус взял на себя все грехи, которые мы совершаем на протяжении жизни, которые совершаете вы и я, и которые совершает каждый человек на этой земле. Иисус взял на себя все грехи этого мира в тот момент, когда он принял крещение от Иоанна Крестителя. Иисус сказал, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Это означает, что приняв крещение от Иоанна Крестителя, Иисус сделал безгрешными всех людей на земле. Передав во время крещения Иисусу Христу грехи всех людей, Иоанн Креститель исполнил свою миссию первосвященника. Подобно тому, как во времена Ветхого Завета первосвященник, возлагая свои руки на голову козла для отпущения, сразу передавал ему все грехи израильтян, которые они совершили за весь год, так и Иисус пришел на эту землю как жертвенный агнец, и был крещен, чтобы спасти грешников от всех их грехов. Будучи крещенным, Иисус исполнил всю праведность, то есть исполнил все, что задумал Бог для нашего спасения. при при этом Иисус сказал, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Ни один человек в силу своих грехов не может избежать смерти, однако все люди хотят прожить долгую жизнь и всегда оставаться молодыми. Кроме того, люди хотят войти в Царство Небесное, будучи при этом безгрешными, но грехи и беззакония не позволяют им сделать этого. Из-за наших грехов мы все должны умереть, из-за наших грехов мы все будем прокляты и осуждены, из-за наших грехов мы все постоянно сталкиваемся с различными трудностями, из-за наших грехов мы не можем приблизиться к Богу, и из-за наших грехов мы все обречены на муки ада. Однако, несмотря на это, чтобы спасти таких людей, как мы, Господь принял крещение от Иоанна Крестителя, во время крещения Он взял на себя все грехи этого мира и тем самым исполнил всю праведность, то есть все, что задумал Бог для спасения людей от их грехов. Приняв крещение, Господь взял наши грехи на свое тело, и это тело Иисуса стало для всех нас истинным хлебом жизни. Таким образом, спасение, дарующее новую, вечную жизнь, пребывает в тех, кто верит, что все их грехи перешли на Христа. Крещение Иисуса является спасением, которое дарует людям жизнь. Веруя в Евангелие воды и духа, мы получаем прощение всех наших грехов. Как следует верить в Бога и Иисуса, чтобы получить прощение грехов? Получить прощение возможно поверив то, что сам Иисус сошел на землю, чтобы спасти грешников от их грехов, что Он во время крещения взял на Себя все наши грехи и что Он стал жертвенным агнцем Божьим, который понес на Себе все грехи этого мира. Будучи крещенным и приняв смерть на кресте, Иисус своими плотью и кровью спас нас. Поэтому каждый человек, который всем своим сердцем верит в Иисуса, может получить прощение своих грехов, стать праведным чадом Божьим, обрести новую жизнь и войти в Царство Небесное. Дорогие братья и сестры, о чем говорит нам Господь в шестой главе Евангелия от Иоанна. Он говорит нам о том, что мы должны трудиться ради пищи, которая дает нам возможность обрести вечную жизнь. Какие именно дела мы должны совершать? Мы должны совершать такие дела, благодаря которым мы сможем обрести вечную жизнь. А для этого мы должны верить в Иисуса и следовать за Ним. Получив прощение грехов, мы должны трудиться ради того, чтобы давать возможность другим людям также получить в дар жизнь вечную. Бог говорит, что только те, кто родились свыше посредством Евангелия воды и духа могут помочь другим обрести вечную жизнь. Иисус сказал, что вера в того, кого послал Господь, является Божьим делом, поэтому верить означает трудиться во славу Божью. Вера в Иисуса является настоящим трудом. Собратья не имеет значения, каким образом Господь дал вам возможность родиться свыше посредством воды и крови. Вам это не принесет никакой пользы, если вы не верите в эту истину. Даже несмотря на то, что Иисус спас вас, придя на эту землю, принял крещение, взял на себя все грехи этого мира и умер на кресте, если вы не будете держаться этой истины по вере, вы не войдете в вечную жизнь, и Слово Божье не принесет вам никакой пользы. Дорогие братья и сестры, если вы лишь говорите, что верите в Бога, но на деле в вашем сердце веры нет, вам не видать спасения. В Библии сказано, что человек сердцем верует для обретения праведности, а устами исповедует ко спасению. Слово Божье гласит, что обретение вечной жизни возможно благодаря вере в то, что Иисус во время крещения взял на себя все грехи людей. Мы получаем прощение грехов, веруя в Евангелие воды и духа, в соответствии со Словом Божьим. Именно это и имел в виду апостол Павел, когда сказал, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам, глава десятая, стих десятый. Дорогие братья и сестры, почему Иисус приходил на эту землю? Он приходил, чтобы спасти нас от грехов. Почему Иисус принял крещение? Своим крещением Он взял на себя наши с вами грехи. Почему Иисус взошел на крест и был распят? Иисус был распят в наказании за то, что Он понес на себе все наши грехи. Почему Иисус должен был воскреснуть? Он воскрес для того, чтобы вернуть к жизни нас, которые умерли из-за своих грехов. Взяв на себя посредством крещения все наши грехи, приняв смерть на кресте и восстав из мертвых, Иисус дал новую жизнь всем тем, кто верит в Него. Он даровал людям вечную жизнь и наделил их праведностью вечного спасения. Верьте, что Иисус воскрес для того, чтобы простить вам пред Богом все ваши грехи. Собратья, постарайтесь постичь эту истину умом и верьте в нее своим сердцем. Почему Иисус принял крещение? Во времена Ветхого Завета грехи передавались жертвенному животному без порока посредством возложения рук на его голову. Именно поэтому Иисус сошел на землю и прошел точно такой же обряд крещения. Наш Господь четко дал нам понять, что Он никогда не отвергнет тех, кто приходит к Нему. Господь никогда не пренебрегает людьми, которые верят в Него. Наш Господь является хлебом жизни. Господь является хлебом жизни для тех, кто верит, что Он своим крещением взял на себя все грехи этого мира, умер на кресте и воскрес, чтобы вернуть их к жизни. Всем сердцем веруя в крещение Иисуса и Его кровь на кресте, мы можем вкушать этот хлеб, осознавая, что обретаем спасение и получаем в дар новую жизнь. Давайте задумаемся над тем, ради чего нам стоит далее жить, а также как мы должны прожить оставшуюся жизнь. Должны ли мы совершать дела духа и спасать души людей, или мы должны удовлетворять желания нашей плоти? Каждый человек, который родился свыше и обрел спасение от греха, поверия в Евангелие воды и духа, должен понимать, что он умер для своей плоти и для закона, и, как следствие, теперь он стал служителем Божьим, долгом которого является спасение душ других людей. С этой верой мы должны следовать за духом, а не за плотью. Мы, получившие прощение всех наших грехов, отныне не имеем никакого отношения к греху, поэтому мы должны трудиться для спасения душ других людей. Вместо того, чтобы заботиться о пище тленной, мы должны совершать дела духа, благодаря которым люди смогут утолить свою духовную жажду и обрести вечную жизнь. Мы должны следовать за духом. Очень часто, несмотря на то, что мы получили прощение всех наших грехов, мы становимся заложниками нашей собственной плоти. Что же нам делать и как жить? Что сегодня говорит нам Господь? Говорит ли Он, что мы должны удовлетворять желания нашей плоти? Или Он наказывает нам совершать дела духа? Господь велит нам совершать дела духа. Несмотря на то, что мы нередко уступаем нашей плоти, мы все же остаемся рожденными свыше детьми самого Бога. И какими бы несовершенными мы ни были, если мы наделены верой, которая нас спасла, и верой в Божье Слово, мы по-прежнему остаемся людьми, которые следуют за духом. Давайте же всегда помнить о том, что мы являемся Божьим народом, людьми, которые следуют за духом, несмотря на свою слабость и несостоятельность. Что же будем делать? Совершать дела духа или удовлетворять желания плоти? Иногда мы можем следовать желаниям плоти, однако в то же время мы должны совершать дела духа, давая возможность другим людям обрести новую жизнь. Бог постоянно говорит нам о том, что какими бы слабыми и несостоятельными мы ни были, мы люди духа, а не плоти. Когда мы проповедуем Евангелие воды и духа, другие люди получают прощение своих грехов и обретают вечную жизнь. Именно это и побуждает нас следовать за духом. Но что же произойдет, если мы будем жить только по плоти? В этом случае ни один человек не сможет обрести новую жизнь с нашей помощью. Иными словами, люди не смогут получить прощение своих грехов и не спасутся. Если мы поступаем по духу, другие люди получают в дар новую жизнь. Вот почему мы должны следовать за духом. Некоторые люди смогли обрести спасение прямо на нашем собрании. И несмотря на то, что у нас с вами много недостатков, мы упорно трудимся, потому что мы следуем за духом. Мы многим пожертвовали ради спасения душ других людей, и нам пришлось выслушать немало оскорблений и вели людей к спасению. Вследствие всего этого нам удалось спасти множество душ. Хотя, вероятно, мы были несовершенными, многие люди получили прощение своих грехов, слушая проповедуемое нами Евангелие воды и духа. Дорогие братья и сестры, мы должны всегда помнить о том, что сказал Господь в сегодняшнем отрывке из Библии. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Иоанна, глава 6, стих 27. Мы должны трудиться ради пищи, которая дает нам возможность обрести вечную жизнь. Несмотря на нашу несостоятельность, мы все равно будем совершать дела духа. Мы будем следовать изо всех сил за Господом. Каждый из нас должен сказать себе, каким бы несовершенным я ни был, я являюсь праведным человеком, способным следовать за духом. Я тот, кто может спасать души других людей. Господь умертвил мою плоть для закона, и я был возвращен к жизни, поэтому я могу следовать за духом. Именно эти слова мы должны сказать самим себе. Нам необходимо также сказать себе, я должен следовать за духом. Какими бы несовершенными мы ни были, мы все равно должны поставить перед собой эту цель. Мы должны четко осознать, чего мы хотим достичь в этой жизни и ради чего мы живем. Возможно, вы также немощны и несостоятельны, однако это ни в коем случае не означает, что вы не являетесь людьми духа и божьими детьми. Мы верим в Евангелии воды и духа, поэтому мы являемся божьими детьми, несмотря на наши слабости. В данном случае имеет значение только то, способны ли мы следовать за духом и достойны ли мы такой чести. Иными словами, люди, которые родились свыше от воды и духа, способны следовать за духом. Мы являемся детьми божьей праведности, которые могут следовать за Господом и которые могут трудиться, чтобы своей верой спасать души других людей. Дорогие братья и сестры, я призываю всех вас верить в Иисуса Христа. Кроме того, я призываю вас следовать за духом. Давайте настроим в унисон наши сердца и осознаем, что несмотря на наше несовершенство, Бог благословил нас на совершение дел духа. Собратья, какими бы несовершенными вы ни были, знайте, что вы способны совершать дела духа и следовать за ним по вере. Если вы будете поступать так, Бог принесет через вас много добрых плодов. Каждый раз, когда мы проводим собрание возрождения, мы становимся свидетелями того, как многие люди обретают спасение от греха. Разве это было бы возможно, если бы каждый из вас трудился в одиночку, так, как ему заблагорассудится? Если рассматривать нас в отдельности, сколько пороков и прегрешений таится внутри каждого из нас? Разве смогли бы мы следовать за Господом, если бы полагались только на свои собственные силы и способности? Нет. Но несмотря на слабости и пороки, кем мы являемся? Людьми духа или греха? Мы люди духа. Те, в чьих сердцах пребывает святой дух, являются людьми духа. Если люди духа собираются вместе и объединяют свои усилия, чтобы следовать за духом, дело спасения не может не быть успешным, сколь несовершенным бы ни был каждый из них в отдельности. На самом деле в этом проявляется могущество Бога, которым Он наделяет свою церковь. Зная об этом, мы никогда не должны впадать в отчаяние и огорчаться из-за нашего личного несовершенства, но напротив, мы должны следовать за Господом, объединившись в Его церкви с нашими братьями и сестрами по вере. Дорогие братья и сестры, вера это не абстрактная теория. Получить прощение грехов Евангелием воды и духа, следовать за Господом после рождения свыше от воды и духа, жить по вере и приносить плоды веры не является чем-то гипотетическим. Все аспекты нашей веры должны быть настоящими, существующими на самом деле. В действительности наш Господь наказывает нам следовать за духом, а не потакать желанием плоти. Мы должны следовать за духом по вере, и хотя мы нередко спотыкаемся на нашем жизненном пути и совершаем неправедные дела, мы все равно снова поднимаемся на ноги и продолжаем следовать за Господом. Так поступать могут только праведные люди. Грешникам это не дано. Дорогие братья и сестры, я призываю вас всех иметь истинную веру. Верьте, что Бог спас вас самым совершенным образом. Вы верите в это? И если вы действительно обрели спасение посредством Евангелия воды и духа, тогда верьте, что вы способны следовать за духом. Верьте, что вы можете совершать Божье дело, если будете трудиться с верой в Евангелии воды и духа. Каждый человек, освободившийся от своих грехов, должен следовать за духом с сердцем, исполненным истинной веры. ПОДПИШИСЬ ПОДПИШИСЬ Субтитры подогнал «Симон»